Истинное призвание Арчи Гранота проявилось совершенно случайно. В университете он изучал русскую культуру и историю коммунистической партии, готовился стать филологом. Но однажды его маленькую дочь попросили в школе вырезать что-нибудь из бумаги, и молодой папа, что делать, решил помочь ребенку. С тех пор в жизни Арчи все изменилось. Обычно люди делают так. Берут бумагу, складывают пополам и ножницами вырезают отверстия. Если раскрыть лист, получается симметричный рисунок. Это достаточно эстетично, но тривиально. Я же стал работать по-другому. Арчи вырезает не ножницами. Его инструмент — скальпель, который обычно выдают школьникам на уроках биологии. Слой за слоем разноцветные листы ложатся друг на друга, создавая причудливые узоры. В некоторых работах их может быть более двухсот. Очень важно — удобный стол. Доску для резки можно купить в любом магазине прикладных материалов. Клей я привожу специально из США, особый, бескислотный. И еще нужно очень много терпения. Вот, например, результат трехнедельной работы Арчи. Здесь 15 слоев разноцветной бумаги, собранной со всех концов света. Из Японии, Германии, Италии, Канады, Швеции и Чехии. Арчи много путешествует и везде ищет новые виды бумаги, в которых позже воплотятся его впечатления. Это некая мечта об Иерусалиме, сон на святом городе. Однажды я увидел такое окно в одном из домов, и оно прочно засело в моей памяти. Каждый слой — новый цвет. Всего, если я хорошо помню, их 17. По периметру текст еврейского поэта Иуды Олеви о тоске по родине. Помните, сам я на западе, а сердце мое на востоке. Это воплощает представление еврея об Иерусалиме как центре всего мира. А эта картина символизирует создание мира. Каждый цвет — это новый слой. Белый — первый и основной из них. Это вовсе не полосы бумаги, как может показаться. У меня был огромный лист, из которого я целую неделю вырезал основу для формы, которую вы видите. И тогда я стал распределять другие цвета, которые придали картине особую силу. Всего слоев 12. Работа заняла два месяца. А этот футляр для мезуза еврейского оберга для жилища состоит из 65 слоев бумаги. Ведь если обратиться к гематрии, то числовое значение слова «мезуза» — именно 65. Я все время что-то меняю. Один из страхов моих как художника — это, конечно, творческий кризис. Что однажды я проснусь утром, и у меня не будет новых идей. Здесь, например, я пользуюсь асимметрией, которая вместе с тем находится в равновесии. Это успокаивает зрителя. Но пока, судя по всему, творческий кризис Арчи не грозит. За 30 лет он создал бесчисленное количество работ. Иногда они напоминают индийские мандалы, и разглядывая которые, можно достичь просветления. В них как будто бы заложена геометрическая основа Вселенной, чуть ли не математическая формула мира, к познанию которой стремятся и великие каббалисты. Впрочем, свое увлечение каббалой Арчи отрицает. На вопрос, что будет, если в работу длинную в месяц закрадется ошибка, он отвечает просто. Если я допущу неточность в абстрактной части картины, это еще можно исправить. Но ошибка в тексте, все потеряно, надо делать сначала. Но признаюсь, такого не случалось уже давно. Просто я работаю очень медленно и внимательно. Так что в последний раз я ошибся 15 лет назад.